Официальное общение Неофициальное общение Что такое интернет-сообщество И что такое форум Вы научитесь правильно составлять текст письма Правильно согласовывать прилагательные С существительными, которые оканчиваются на И, ИЯ, ИЕ, вроде числе и падеже Ребята, как вы думаете На основе чего строится общение Правильно На основе ситуации общения Где говорим? В официальной обстановке или в неофициальной обстановке С кем говорим? С одним человеком или со многими людьми И с какой целью говорим? Общение, сообщение или воздействие Что же такое официальное общение? Официальное общение – это общение в деловой сфере Соответствующее нормам делового или научного стилей Это общение предполагает взаимодействие людей Для достижения определенной цели Оно осуществляется в служебное время И на деловых брифингах, приемах, встречах И направлено на результат и решение задач Оно возникает только в совместной производственной деятельности Поэтому деловое общение отвечается от обыденного непринужденного тем Что имеет цель Использует рациональные способы ее достижения Соблюдает субординацию Подчиняет регламенту Соответствует этикету Учитывает ролевые позиции Что же такое неофициальное общение? Неофициальное общение – это общение в обиходно-бытовой Семейной, дружеской сфере Допускающее достаточно неограниченную свободу Говорящего или пишущего В выборе языковых средств Это общение в кругу близких людей Хорошо знакомых С которыми сложились доверительные межличностные отношения Неофициальным может быть и общение в перерывах Официальных мероприятий Здесь нет стандартов Требования к качествам речи Не столь жесткие, как в официальной сфере Выбор слов и выражений более свободны И регулируются этическими нормами Принятыми в данном обществе Традициями и степенью близости собеседников Ребята, рассмотрите иллюстрации Определите вид общения Правильно На первой иллюстрации – официальное общение А на второй иллюстрации – неофициальное общение Молодцы! Что такое интернет-сообщество? Интернет-сообщество – это группа людей со сходными интересами Которые общаются друг с другом через интернет Интернет предоставляет широчайшие технические возможности для общения А форум? Что такое форум? Форум – это специальный сайт Или раздел на сайте в портале Который организован для общения и обмена мнениями Ребята, для того, чтобы правильно писать свои сообщения Мы должны рассмотреть особенности склонения Существительные на ИЯ, ИЙ, ИЕ Вашему вниманию предлагаю посмотреть видеоурок Правописание окончаний имен существительных Первое склонение Существительные мужского и женского рода Оканчивающиеся на А, Я В дательном падеже имеют окончание Е Например, к земле, к мужчине И в предложном падеже окончание Е Например, о земле, о мужчине Второе склонение Существительные мужского рода, оканчивающиеся на согласные И существительные среднего рода, оканчивающиеся на О В предложном падеже имеют окончание Е например, о мече, о море. Третье склонение. Существительные женского рода с мягким знаком на конце в родительном, дательном и предложном падежах имеют окончание «и». Например, родительный падеж «степи», дательный падеж «к степи», предложный падеж «остепи». Склонения существительных, оканчивающихся на «ия», «ие», «ий» в родительном, дательном и предложном падежах имеют окончание «и». Например, родительный падеж «станции», дательный падеж «к станции», предложный падеж «о станции», предложный падеж «о здании», предложный падеж «о санатории». Разносклоняемые 9 существительных, оканчивающихся на «мя», например, «знамя», «пламя», «вымя», «имя», «темя», «племя», «стремя», «бремя», «время» и существительное «путь» в родительном, дательном, предложном падежах имеют окончание «и». Например, родительный падеж «знамени», дательный «знамени», предложный «ознамени». Также в русском языке встречаются имена существительные, которые склоняются по падежам и числам, но не меняют своего окончания. Первое. Неодушевленные имена существительные, относящиеся к среднему роду, например, «такси», «пюре», «какао», «кешью». Исключения составляют «кофе», «пенальти» мужского рода, «авеню», «кальраби» женского рода. Второе. Существительные, обозначающие лиц женского пола, относятся к женскому роду, например, «мадам», «мисс». Третье. Существительные, обозначающие лиц мужского пола и животных, относятся к мужскому роду, «буржуа», «калибри». Четвертое. Не склоняются имена существительные, обозначающие русские фамилии, оканчивающиеся на «о», «ых», «их», «например», «дурного», «глухих», «белых» и «украинские», оканчивающиеся на «о», «например», «шевченко», «дыбенко». Пятое. Фамилии, оканчивающиеся на согласные, не склоняются, если принадлежат лицу женского пола, и склоняются, если принадлежат лицу мужского пола, например, «нет», «яник», «надежды Ивановны», «но нет», «яника», «дмитрия Петрович». Ребята, теперь вы знаете особенности склонений, существительных на «ия», «ий», «ие». Давайте посмотрим, в каком слове окончание «и». Готов к отправке, в глубоком ущелье, в устье реки, в тёплом помещении «и». Правильно. В каком слове окончание «е»? Сообщить о метели, в ближнем зарубеже «е», отправить письмо Анастасии «и», свидетельство о рождении «и». Молодцы! А сейчас, ребята, проверьте свои знания. Внимательно послушайте задание. Просмотрите приведённый ниже образец личного письма. Обратите внимание на структурные элементы письма. Учитывая характерные признаки жанра, напишите письмо одному из следующих получателей. Любимой тёте, племяннику-первокласснику, брату. Приветствия. Привет, Алимоша. Этикетные фразы-вопросы. Как твои дела? Как поживаешь? Сто лет тебе не писала. И вот, наконец, выдалась минуточка. Я уже учусь. Скоро сессия. После лета так трудно опять браться за ум. Рассказ о себе. Решила научиться играть на гитаре. Это так здорово! Играю классику. Уже получается. Даже самостоятельно что-нибудь подбирать. Так что делаю успехи. Сообщение. Ещё твоя любимица, кошка Элька, скоро принесёт котят. Помнишь, ты хотела котёнка? Давай думай быстрее. Котята появятся через месяц. А вот к Новому году я могу тебе преподнести пушистый подарок. В общем, я тебе сказала своё предложение. Просьбы. Пиши мне. Расскажи, как живёшь и вообще приезжай на новогодние каникулы. Покатаемся на коньках. Сходим на лыжах в лес. Прощание. Пока целую. Твоя Саулешка. Дата 9 октября 2016 года. Проверим, ребята, насколько успешно вы справились с заданием. Если вы создаёте текст в соответствии с признаками жанра, вы можете поставить 5 баллов. Если вы правильно определяете тип письма в соответствии с жанром, вы можете поставить 5 баллов. Если вы соблюдаете структуру письма, следуя образцу, поставьте 5 баллов. В итоге вы набрали 15 баллов, если вы написали текст с учётом жанра, типа речи и стиля. Спасибо за урок. До встречи, ребята!